Машину я оставил припаркованную у этого рынка и пошел пешком на кладбище. Смотрите, интересно, зашел вот в такую подворотню, но здесь остановился, там где остановилось время, ну причем электричество там есть, вообще жесть. Иду, вот кажется, да, ну, жесть, выходишь, а здесь Porsche стоит, ребят. То есть, не такие уж и бедные люди здесь живут, но пейзаж сами видите какой, даже не знаю, что это за индустриальная зона, понятия не имею. Ну, крыша какого-то здания, явно промышленного какого-то. Ну, ладно, идем дальше, у меня остался километр до кладбища, и вы там все увидите. Я уже снимал видео с этого кладбища, но половина там уже забыли, и переснимем заново в лучшем качестве. Сейчас у меня камера заряжается, я снимаю на телефон, так что, если что, извините. Если вы захотите посетить кладбище, то вот сюда вот ориентируйтесь, в музей Милитара де Порта. Мы были с вами совсем недавно в нем. И вот с левой стороны кладбище. Самое первое портовское кладбище. Странно, как-то говорят, на арабском пьют пиво и вино. Очень странно. Так. Здорово, братиль. Посмотрите, вот на кладбище. Здесь, кстати, я уже говорил в том видео, даже со школ приходят, в школах, допустим, дают какое-то задание. Со школ приходят сюда, и вот, допустим, встают вот перед этим человеком, скажем так. И ученики рассказывают, кто он, кем был. Потому что здесь очень много выдающихся людей. Ну, точно так же, как и на наших кладбищах похоронено. В принципе, даже не знаю, можно не выключать камеру, вот так вот бродить, вам показывать. Все-таки другая культура, католическая кладбища. Хоронят вот 1939-й. Ну, это, я бы не сказал, что прям старая. Ну, а здесь, походу, животные уже живут. Эти водичка стоит. Уже, кажется, жильцов растели. Например, здесь написано, что здесь похоронен президент для ассоциации индустриальной города Пуорту. Вот, в 1944 году. И много таких, в принципе, таблетек. Часто мы сейчас будем их встречать. Да, здесь когда-нибудь гробы будут стоять. Я уверен, что они уже здесь стояли. Может быть, родственники чистят, может, кремируют. Освобождают для более нового поколения своих родственников. Смотрите, шел, что увидел. Что это такое? Здесь написано, что это вот Эдвард такой-то, медик. Президент камер-мэнспал, ну, мэри, скажем так, города Пуорту. Ничего подобного не видел. Увидели когда-нибудь такой памятник? Алангард стопроцентный. Ничего подобного не видел. Здесь у нас инженер, профессор, ну, в общем, депутат. 1896 год. Лидер партии социалистов. Наш человек. Здесь сзади, вон, только-только умерли, видно люди. Такое ощущение, что взрыв Помпеи. Колонны попадали. Тоже ничего больше нет. Ни одной этикетки. Ну, пойдемте дальше смотреть. Вот здесь мой коллега, фотограф, похоронен. Ну, и семья, видимо, его вся. С колоннами, с такими. Какой-то оратор, наверное. Такое ощущение, что человек хочет со сцены что-то сказать людям. Ну, вообще, что-то донести. 1869 год похоронен. А этот склеп и сейчас пойдут дальше. Ну, не иначе, как произведением искусства не назовешь. Народ моет свои эти склепки фамильные. Фамильный я тут хожу с камерой. Ну, в принципе, никто ничего не говорит. Здесь туристов очень много. Ничего такого. Конечно же, все склепы я вам не смогу снять. Их невероятное количество. Ну, здесь долго, времени много надо провести. Ходить долго-долго. Но некоторые, я вам все фотографирую. Будете смотреть. И думать, вот португальский колонн. Вот у них вот так. У нас вот. Посмотрите, везде какой стиль и разный. Просто. Что-то с всем. Кто что хочет, то и делает, скажем так. Здесь крест. Ну, а эта могилка, вы представляете? Бизнесмен какой-то. 1856 год. Что это такое? Что бы это могло означать? Кто не знает? Смотрите, как все по-разному у людей. У одних одно, у других другое. Наверное, с каким-то... Не знаю, что это, сейф, может быть, полицетворяет? Или что это такое? Ну, не кубок или кубок? Наверное, кубок. Хотя там написано, что он тоже бизнесмен. Странно. Ну, сразу скажу, лучше всего, конечно, в будничный день здесь ходить. Никого нет. Там люди на травке отдыхают. Вообще непонятно, такой парк, что ли, сделали. В будничный день, если хотите поснимать, что-то прийти, посмотреть, намного лучше. Тоже старая чеканка какая-то. Здесь явно, ну, тоже никого нет. Все ушли. Живо и ухаживать некому. Ну, а вот, смотрите. Это произведение искусства, ребят. И да, вот, молодые люди со школ получают задания, приходят с классом, и они рассказывают здесь про человека, кем он был. Ну, много выдающихся людей. У нас тоже на кладбище много выдающихся людей. Империю де Бразилу. Умер 1878 год. Ну, такой, наверное, и был. Скорее всего, в полный рост сделали. Конечно, это не Пушкин. Но, посмотрите, какой сюртук у него был. Рубашка, галстук какой. Ведь это люди в камне сделали много лет тому назад. И это мода тех лет. Представляете? Исторически, конечно, важно. Очень много бюстов. Но, вот тут, я вообще не понял, что это такое. Забор, посмотрите, забор какой. Это, я понимаю, тоже могила. Забор, это железо, ребят. Но, имитирует, видимо, какие-то прути деревянные. Ничего подобного. Не видел, это склеп вот такой. Сума сойти. Вот, с этой серии вот заморочились. Ну, и даты вы сами видите. Если на порт смотреть, ведь в дымке у нас опять задымление. Пожары вокруг много. На севере очень много пожаров. Вчера дымило в городе у нас. Вот сейчас в порту приехал, вроде бы ничего было с утра. Все в такой дымке. Просто невероятно. Ну, сами видите. И запах. Запах пепла. Костра. Ну, кстати, туристов в этот раз я не вижу. Ну, видно, я один. Это же какой-то пролетарский. Да. Это явно, что настоящий скульптор. А, наконец, я догадался, для чего эти дырочки. Они туда делают, я делаю для цветов, чтобы цветы втыкать. Что-то я не допер сперва. В Португалии, кстати, принято ходить к своей семье на кладбище. Каждую неделю убираются люди. Каждую неделю. Ну, вот видите, сколько цветов. Это нормально. Не как у нас в родительский день, или в день смерти, в день рождения. А, каждую неделю. Надеюсь, друзья, вам была интересна сегодняшняя экскурсия. Я еду домой. Субтитры сделал DimaTorzok